так мы с вами закончили вязать большой палец теперь у нас нужно связать здесь еще 4 пальчика белую ниточку я обрезала потому что дальше по рисунку у меня будет посмотрим достаточно далеко мы с вами здесь чтобы не тянуть эту нитку а зеленая нитка у нас была обрезана вот здесь и мы сейчас закрепим закрепим так чтобы спрятать нашу и белую нитку 1 так а теперь вот два хвостика пропускаем вдоль вязание можно еще раз закрепиться и и теперь мы вяжем рисунок 1 2 3 4 накид и вяжем нашу птичку по кругу и довязываем до пальчика и потом я покажу как мы вяжем я довязала ряд теперь мы посмотрим что у нас получается мы закрепились провязали по кругу и дошли до момента где у нас начинается пальчик вот вы видите последнюю птичку я провязала от и вот у нас первая птичка если вы видите первая птичка и последняя и в промежутке между первая и последняя птичка я добавила три еще птички видите прямо в том месте где мы с вами соединялись у меня добавлено 1 2 и между вот это у нас еще какая птичка была и между ними добавила для того чтобы расширить также мы тут с вами забрали 6 птичек значит у нас здесь мы должны постепенно добавить и продолжаем вязать провязано еще несколько рядов и хочу опять таки обратить ваше внимание значит смотрите когда мы с вами вязали здесь мы добавили 3 кто-то смотря по твоей руке может добавить 4 когда перешла на другую нитку я вот здесь добавила одну птичку и еще добавила то есть я вернула эти 6 петель к себе на объем руки если я одеваю отведите то есть у меня объем руки остался мой прежним на основании чего я уже могу формировать свои пальцы дальше сейчас довязываем до край и потом показываю как мы формируем каждый пальчик отдельно и еще обратите внимание вот смотрите мы с вами добавляем палец и если мы сейчас сложим его мы как бы вот видите вот он у нас как правильно но тоже сложится вот таким вот образом да это на левую на правую руку вот пальчик у нас идет вот так а вот пошла наша основная варежка по идее он должен сложиться у вас таким вот образом и так вы видите что я уже довязала до того момента когда мне нужно делать пальчики вот видите последние мои и последний ряд и теперь нужно деформировать пальцы я не показывала как я соединяла и прятала нитки вы это уже делаете сами потому что в первых кадрах было показано подробно если у нас идет большая перетяжка мы обрезаем и прячем ниточку сейчас нам с вами нужно наметить где мы с вами будем делать пальцы если оденем перчатку то вот мы видим у нас закончился наш круг в этом моменте у нас есть маркеры да и мы с вами можем отметить что допустим вот в этом моменте у нас должен быть мизинчик вот у нас следующий должен быть следующий пальчик вот у нас следующий пальчик посмотреть 123 и вот петелечка заканчивается четвертый пальчик как бы вы просчитать можно пометить ниточками для того чтобы скрепки не мешали работать или же у вас есть хороший маркер который вы закрепили и понимаете в каком месте мы сейчас будем с вами формировать пальчик а здесь вот уже видно видите вот один два три 4 5 6 и вот вот в этом месте мы с вами соединимся и свяжем точно такой палец как мы вязали вот здесь вот для этого я сейчас снимаю перчатку и как вы поняли мы сейчас с вами перейдем сюда и начнем вязать так вот наша рабочая нитка закрепленная вот мы с вами отметили что у нас должен быть пальчик я беру просто смотрю что у меня на обратной стороне и вот между двумя птичками я беру и соединяюсь сейчас еще раз отсюда было удобней где именно мы соединяемся я вот сейчас раз и соединяюсь столбиками без накида вот мы как бы отбили наш пальчик перешла в птичку и начинаю вязать узор 4 петли подъема наггет и птичка и так по кругу мы с вами вяжем до того момента где только что были то есть соединить до соединения я обвязала кругу и дошла до места соединения вот мы с вами здесь так соединились последняя птичка и я вот прям это соединение беру и провязываю птичку соединение птичка и вот у нас под первое скажем этот петля наша мы ее закрепляемся фиксируемся и опять начинаем вязать по кругу наш узор видите вот у нас как бы уже видим пальчик мы сейчас оденем посмотрим пальчик опять-таки вы вяжете по длине вашего пальчика вот видите здесь у нас уже началось формироваться мы его довязываем закрываем я довяжу пальчик до конца и покажу еще один вариант закрытия возможно он вам будет легче может быть больше будет понять и так вот вы видите я практически закончила довязывать пальчик теперь у нас остался вот сделать верхушку как мы сделали здесь я показывала теперь я покажу иной способ он на мой взгляд конечно не совсем удобно но в то же время муж кому-то понравится смотрите мы с вами закрепились в галочки теперь я делаю 3 петли подъема 1 2 3 накид и в саму галочку вяжу не довязанный столбик 1 потому-то у меня получается между галочками делаю накид тоже вяжу не довязанный столбик 2 накид уже в саму галочку подарку 3 накид между накид вот они у меня не довязаны получается 1 2 3 4 5 вот у меня получается 6 шестую галочку я связала теперь я беру их все вместе провязала видите вот у меня как бы уже закруглился пальчик а вот у меня еще частично осталось период я делаю накид и между галочками делаю не довязанный столбик 1 2 3 здесь конечно вязание немножко стягивается нужно быть скажем так виртуозно поставить крючок ну с другой стороны видите 4 его 5 и опять беру их всех провязываю вместе тут у меня немножко растянулась вот мы заединили опять с вами 4 петли и я потянула и вот у меня остался еще кусочек теперь этот кусочек я точно так же накид и буду вязать недовязанные столбики 12 не перед камерой может быть не совсем удобно когда вязание перед вами тогда и как бы удобней поймать и подкрутить этот пальчик для того чтобы он у нас все хорошо стягивалась вот видите вот у нас и остался маленький кусочек я сейчас завяжу я связала последний у меня получился видите это вот последний был у нас рядочек можно здесь еще одну чтобы и мы довязываем с вами а вот здесь у нас видите вот такие вот подтягивать лучше чтобы не было крупных петель и мы вот сюда вот в это место его как бы соединяем в одну поедино соединительным столбиком вот я обвязала все наши петли которые были и теперь последнюю петлю я соединяю вот таким вот образом соединительной петли подтягиваю теперь можно оборвать и закрепить нитку вот смотрите что у нас получилось видите если там мы с вами столбиками закрывали вернее столбиками без накида здесь мы с вами столбиками с накидом недовязанным соединяли как бы в один пучок вот таким вот образом каждый может подобрать для себя удобный итак я закрепила ниточку теперь вы помните что у нас с вами стоят маркеры теперь вот мы с вами сейчас закрепимся вот в этом месте где у нас стоит маркер пальчика и начнем вязать другой пальчик итак мы с вами теперь убираем маркер и соединяем в том месте где у нас был маркер просто связываем это место столбиком без накида вот у нас вот здесь маркер ориентируемся по птичкам и связали и теперь переходим с вами на вот эту птичку закрепляемся в ней и вяжем наш узор я свяжу до вот этого момента и посмотрим как будем действовать дальше дошли мы с вами до момента где у нас соединяются два пальчика связали последнюю нашу птичку и переходим на столбики без накида мы вот это место соединения провяжем просто столбиками без накида так смотрите сами потому как у вас ложится видите вот я дошла до следующей птички делаю накид и перехожу на следующую сторону нашего пальца воздушная петля и птичка вот вы видите у нас уже формируется пальчик да вот здесь у нас произошло соединение здесь мы с вами соединили и теперь вот эта ниточка мы можем сейчас проложить ее и спрятать вязание и я довязываю до второго края и так я вот дошла до второго края там где мы с тобой мы с вами соединялись вот видите вот наше соединение начало прошлись по периметру всего пальчика вот у нас получается одна птичка вторая а вот у нас птичка для присоединения что я здесь предлагаю мы с вами делали здесь один столбик а второй столбик делали одну воздушную петлю и второй столбик накид я делаю вот самом соединение сделала и теперь перехожу на соединение с первым нашим столбиком все смотрите у нас формировался пальчик я сейчас провяжу несколько рядов и мы посмотрим я не сказал о том что мы когда с вами доходим до вот этого места где были соединено с пальчиком я здесь просто в этом месте в центре провязываю вот такую птичку вот видите и соединяюсь следующая птичка я на нас вот она и на накид и соединяюсь видите вот уже как бы есть углубление для пальчика и стал подниматься основной наш основной полотно для пальцев можно померить посмотреть насколько он у нас подходит нам по размеру если что-то вам там больше шире меньше вы ведь всегда вот в этих местах можете или добавить или убавить количество петель для того чтобы именно полотно ложилась именно по пальчику итак третий палец у нас готов все закреплено связана верхушечка и теперь у нас остались два два еще пальчик их вязать точно так же выбираем маркет соединяем по кругу здесь вот видите у нас очень аккуратно все произошло без дырочек все красиво здесь точно так же я сейчас вижу всю перчатку и мы посмотрим результат повторяться мне нет смысла потому что оно все вяжется одинаково вы когда наметите очередной пальчик обязательно промерьте хватает ли места вам для следующего для мизинчика не будет вам у вас сжимать потому что дальше если пальчик утолщается вы можете в любом случае где-то в каких-то в каком-то месте добавить а если он будет сдавливать вот в этом месте будет некомфортно поэтому вот я наметила промерил меня все устраивает я сейчас выгоню этот палец потом этот мы с вами посмотрим уже конечный результат итак перчатка у нас готова остались какие нюансы нам нужно спрятать вот эти ниточки все которые у нас остались для этого мы выберем ее наизнанку каждый пальчик перчатку вывернули все хвостики у нас остались с обратной стороны я вдеваю крючок его как бы тут закручиваю и стараюсь вытянуть нашу ниточку которая у нас там осталось для того чтобы ее с этой стороны закрепить так каждую теперь мы берем с вами иголку вдевая в нитку в иголку и теперь смотрите мы берем просто по кругу нашу ниточку заводим как будто бы что по им она у нас в цвет видна не будет но таким образом мы ее закрепим пройдемся между вязанием несколько раз и сможем обрезать теперь все наша ниточка уже не высмакнется не потеряется мы теперь обрезали все она не будет видна ни с лица ни с тизанки она нам не будет мешать потом вы помните что мы с вами вот тут я говорила когда вязали этот момент что мы ее конечно спрятали но вот она у нас вытянулась и при носке может быть мешать вы точно так же вдевайте в иголочку эту ниточку и проводите ее стараетесь так провести чтобы она или вот с этой стороны или с это так чтобы она у нас больше не пыталась даже вытянуться опять-таки вот еще момент там где у нас есть с вами с разрыв был нити и мы связали точно так же или берем тоненьким крючочком прячем сюда везде или же иголочку если у вас достаточное количество хвостиков тоже протягиваю таким образом мы сейчас спрячем все наши нитки и с изнаночной стороны перчатка будет выглядеть точно так же как и с лицевой все ниточки я спрятала спрятала и беленькую ниточку все все крючочком как я показывала теперь мы с моими выворачиваем и у нас уже готова вторая перчатка итак наши перчатки готовы на левую на правую руку если мы посмотрим еще на нашу шапку то у нас получился замечательный осенний весенний комплект который вы можете себе связать носить с удовольствием на этом моменте хочу с вами попрощаться понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал хотелось бы еще видеть ваши комментарии ваши вопросы для меня это очень важно сейчас я с вами прощаюсь творческих вам успехов и до новых встреч мы видим а Продолжение следует...